Расширение НАТО на восток, термин скорее из эпохи 90-х. Впрочем, в Вашингтоне никогда не отказывались от идеи идеального однополярного мира под руководством Североатлантического альянса. Все попытки вхождения в блок Украины или Грузии пока провалились, зато подоспела Черногория. И именно принятием этого балканского государства в альянс сегодня в Брюсселе занимается Министерский совет НАТО. Перед началом заседания генсек НАТО Столтенберг, отвечая на вопрос о проходящих в Черногории протестах против вступления в НАТО, назвал их вполне законным явлением в свободной стране. Однако отказался спекулировать на тему утверждений отдельных западных СМИ, что за этими выступлениями стоит Россия. Впрочем, тема влияния России на пространство, которое НАТО считает своим, активно обсуждается сегодня в контексте так называемых гибридных войн, которые якобы ведет Россия. Россия разворачивает современные системы ПВО вдоль своей границы с НАТО. Помимо Сирии, восточной части Средиземного моря. Мы наблюдаем аналогичные действия в Крыму, близ стран Балтии, в Калининграде и до дальних северных границ. Это те современные сложные возможности, которые обеспечивают закрытие воздушного пространства. К этим действиям НАТО адаптируется, наращивает свое присутствие в восточных странах Альянса. Проблема лишь в том, что НАТО явно подменяет причинно-следственную связь. Системы ПВО, о которых говорит Столтенберг, а точнее «Зенит» на ракетный комплекс С-400, заступил, например, на боевое дежурство на российской авиабазе в Сирии лишь 26 ноября. То есть уже после того, как военно-воздушные силы Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Но это, видимо, никого не смущает. И вот уже появляется новое заявление о том, что НАТО продолжит поддерживать Турцию в обеспечении ее противовоздушной обороны. Впрочем, это не имеет якобы никакого отношения к инциденту с российским бомбардировщиком. Просто продолжат и все, так как Турция – многолетний стратегический партнер Альянса. Тот факт, что у Анкары в Сирии кроме участия в антитеррористической коалиции есть и другие задачи, об этом в НАТО предпочитают не говорить. У нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции. Как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры. А защита туркоманов – это только предлог. Известно, что президент Реджеп Эрдоган в ответ на это заявил, что в случае предоставления Москвой таких доказательств он готов уйти в отставку. Впрочем, все это пока красивые слова. На практике Анкара даже не извинилась за сбитый самолет. Любопытно другое. После своей встречи с турецким президентом Барак Обама сегодня сделал заявление, согласно которому он жестко указал Эрдогану, что на границе между Сирией и Турцией по-прежнему существуют участки в несколько километров, используемые для прохода иностранных боевиков и доставки грузов. И это очень волнует Соединенные Штаты. Что на это скажет президент Турции и руководство НАТО?